ездить надо короче вот так они так либо на квадриках ехали сейчас на каньон псаха дорога здесь блин жесть медика было жалко машину вот так вот вот так ехали но посмотрим сейчас что это будет вместе вы с нами посмотрите сюда обычно короче приезжают на уазиках вот таких вот либо приезжают на прогулки на квадроциклах если решите на своей машине как мы ну конечно приезжайте лучше конечно это делать на джиппинге поехали короче сейчас будем смотреть вам сказали что она короче есть два каньона до сухой мокрый на сухой мы не попадем потому что там бездорожье постоянно в гору и сказали на такой машине мы не проедем нужно только на уазиках здесь вот прям возят уазики можно сходить на мокрый пойдем на мокрый вход 100 рублей сейчас перекусим и пойдем посмотрим на эту красоту вот она дорогу в гору идет постоянно вот такая на сухой каньон короче не будем рисковать пойдем на мокрый коньёк пойдемте вот сотка винир мороженое а кому оплатить надо за вход и сразу есть на входе каньон реки псаха это один из самых красивых мест в сочи состоит он из двух частей мокрого каньона по которому сегодня течет река и древнейшего сухого созданного доисторическим землетрясением и когда-то служившим русский руслом реки это место пользуется огромной популярностью туристов не случайно здесь я вам и детственная природа и шикарная самшитовая роща и возможность искупаться в горной реке и просто место где можно сделать огромное количество восхитительных фотографиях располагается каньон на левом притоке реки псаха это если ехать в красную поляну сочи то будет он у вас по левую руку длина реки около 11 километров и она как и многие другие горные речки в некоторых местах больше похожи на ручей и так это только начало давайте вместе с вами спустимся к реке обращу сразу ваше внимание на цвет реки мы приехали в этот каньон после нескольких дней дождей поэтому река достаточно бурная и имеет грязный цвет на самом деле он выглядит вот так и как видите нам немного не подфартило ну и ладно увидели этот каньон с другой стороны мини пляж аккуратно артем мокрый каньон псаха начинается с прекрасного вида на реку и каньон а потом плавно перетекает в роскошную самшитую рощу которую я вам покажу чуть чуть попозже посмотрите здесь короче ну экстремально интересно но страшно но страшно а а какие господи это потрясающе ребята какая красота короче пока забирался ноги подскользнулись блин я чуть не упал в эту херню короче если идете на каньон на этот обязательно одевать какие-то кроссовки с хорошим сцеплением но я короче труханул смотрите какой красивый лес что да место конечно потрясающе какой лес угарный именно этот лес и называется самшитовый это самшитовые деревья самшитовая роща по-другому плюшевые растения поросшие муком и похоже не то на чучело не то на призраков всегда удивляют тех кто первый раз их видит лично меня это вообще удивило очень сильно другим удивительным фактом является то что самшиты росли еще во время динозавров и являются одними самыми древних растений планеты среди всех российских городов они встречаются только в сочи представляете отличное освещение рощи позволит сделать сказочные фотографии обращаю ваше внимание самшит растущий на территории каньона реки Псака охраняется государством и отламывать его ветки это преступление пожалуйста не делайте это самшитовых деревьев осталось очень и очень мало берегите эти деревья скользко на себя аккуратно давай спускайся также будет встречаться самшит и еще большее количество других красочных деревьев река Псака в заводе каньона приобретает особенный глубокий голубой цвет который очень необычный для рек ширина каньона колеблется от полутора до десяти метров после пятиминутной прогулки по мокрому каньону и вот этому красивому самшитовому лесу вы упретесь вот в эту металлическую лестницу на которой будет надпись конец рекреационного объекта и ваших 100 рублей дальше конечно можно двинуться вдоль реки вдоль каньона но только на свой страх и риск если вы готовы то многие кто там был они рекомендуют почему рекомендуют дело в том что самые красивые места каньона находятся именно там дальше в глубине да и по этому пути можно попасть в тот самый сухой каньон о котором мы говорили в начале видео но пусть погоня за бесплатным сыром не обманывает вас пройти его полностью будет тяжело так говорят все кто там ходил но все таки заглянуть немножечко вперед стоит зайдите обязательно если не боитесь и когда вы приедете не будет такой бурной грязной бурлящей реки в общем с водопадом нам повезло а вот с каньоном тоже повезло мы сюда добрались но единственное что вода здесь мутная обычно здесь очень прозрачная вода голубая здесь можно купаться но сегодня после дождей вот такая конечно мы делать этого не стали потому что у нас двое детей и мы не рискнули также и прыгать туда вниз мы тоже не рискнули но там там есть таблички да вы видели что запрещено нырять почему потому что на дне может оказаться часть столы и это может привести к травме и куда хуже вообще там каким-то плачевным последствиям вот такой вот каньон реки саху будете в этих местах обязательно съездите пока мы ходили видите сколько понаехало уазиков туристов и очень замечательно вот мы попали прям в некую вот буквально в интервал 10 минут когда можно было спокойно без суеты пофотографироваться насладиться природой а потом все а еще мы сейчас нашли такую классную достопримечательность сейчас покажем я думаю сейчас дети будут очень ей рады как тебе дела мухи да кыш кыш мухи эй маленький маленький ослик 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 да я знаю маленький замечательный выпуск подошел концу спасибо что досмотрел этот выпуск обязательно приезжайте в эту ущелье и насладитесь этой замечательной природой а еще лучше возьмите и покатайтесь например на квадроциклах или на уазиках и оцените всю эту красоту кавказских гор до новых выпусков до новых выпусков до новых встреч